Здравствуйте, дорогие друзья! Это разбор трудных мест для библейского портала «Экзегет» и я, священник Иоанн Тераутс. Сегодня мы с вами обратим внимание на 54-й псалом, а именно на его 16-й стих. И зададимся таким вопросом, а почему в псалтире так много слов о мести, таких иногда, на первый взгляд, достаточно жестоких и злых слов, зложелания даже, можно так сказать. Для того, чтобы это ощутить более явственно, я бы хотел привести сразу два примера, но рассуждение мы будем строить именно на 54-м. Итак, «Да найдет на них смерть, да сойдут они живыми во ад, ибо злодейство в жилищах их посреди их». И 136-й псалом, который будет появляться в три подготовительных недели перед Великим Постом, а именно в неделю о блудном сыне, в неделю о страшном суде и в неделю Адамова изгнания. Он заканчивается такими словами. «Дочь Вавилона, опустошительница, блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам, блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень». Для сегодняшнего гуманистического общества, конечно, слова 2-го псалма даже, наверное, ярче звучат и более как-то антигуманно, нежели слова 54-го. Но обратим внимание на следующее, что есть такой принцип восприятия Ветхого Завета в свете Нового Завета и восприятия Нового Завета в свете Ветхого Завета. Они взаимосвязаны друг с другом и очень во многих вещах перекликаются. Также многие места Ветхозаветной традиции, Ветхозаветной письменности невозможно адекватно оценить и понять без новозаветной призмы. Итак, почему в псалтире так много этих мест? Почему автор того или иного псалма желает зла людям, которые делают зло ему? Почему автор желает зла тем, кто желает зла его народу или делает зло в отношении его народа? В человеческом плане мы с вами прекрасно это понимаем. Мы понимаем чувства Ветхозаветного человека, Давида ли или другого автора псалмов, а их достаточно было во всей псалтире. Мы это прекрасно понимаем. И мы понимаем, что псалмы очень честная книга, где автор обращается к Богу, открывая полностью свое сердце. Это его переживание, это его беда, и он ее открывает перед Богом, и Господь ее исцеляет. Но в то же время псалтирь — это текст Священного Писания, в котором есть понятие богодухновенности. Современная аскетическая традиция святоотеческая предполагает, что псалтирь можно воспринимать как некий диалог к Богу о духах нечистых, которые нас с вами искушают и приводят нас в разделение с Богом. И именно им мы желаем зла. Есть вот такое рассуждение. Есть рассуждение, например, по поводу 136-го псалма, который начинается словами «На реках Вавилонских». Тот, из которого цитату мы привели во вторую очередь, что это речь о помыслах. «Дщи Вавилония, о окаянная, блажен и же воздаст тебе воздаяние, я же воздалаясь и нам. Блажен и же имит, разбьет младенца твоя камень». Что, как в военном деле лучше, точнее не лучше, а логичнее устранять сразу маленьких детей, чтобы они не выросли и не были проблемой для войска, то также и в нашей с вами аскетической практике лучше уничтожать грех на уровне помысла. Тогда еще грех поддается исцелению. А если же мы с вами дадим этому помыслу в нас взрастать, то в таком случае исцелить этот грех будет достаточно сложно. Соответственно, здесь идет речь о неком разделении с этими людьми, о неком крике души, которую выражает автор, жалуясь Богу на то, насколько ему тяжело идти путем спасения, идти путем за ним, идти перед Богом. И поэтому он и таким образом относится к своим врагам. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...